Памятник архитектуры и культуры требует ремонта. Первый многоэтажный дом Караганды, построенный еще в 1938 году, находится в аварийном состоянии. Жителям раритетного здания предложили отремонтировать его своими силами по программе модернизации ЖКХ. Только вот жильцы этого дома отказываются проводить реконструкцию в кредит. Айда Ибраева решила узнать все подробности. Вот этот угол мы замазывали. И все равно, видите, он все равно опадает. Вот человек чуть не знает, как выйти. В 2000 году жилому дому по улице Костенко присвоен статус памятника истории и архитектуры. Построенное еще московскими зодчими по ленинградскому проекту, здание, по словам жителей, уже 30 лет стоит без капитального ремонта. С 1932 года он и памятник им присвоен. Это первая высотка в городе. Наш дом является самой первой высоткой в городе. Это обкомовский дом. Здесь жили все первые руководители города Караганды. И вот год постройки 1932 у него. И вот, я не знаю, последний раз ремонт делали, наверное, здесь лет 30 назад. И вот в течение 10 или последних лет мы бьемся во все инстанции, пытаемся, чтобы власти города обратили внимание на наш дом. Вот дом, видите, крыша какая-то, там как решетона получается, дырявая полностью, да? Кролик полностью, да. У нас в подъезде обрушился, потому что в том году, когда вот дожди были сильные, у нас в подъезде ночью упал такой кусок штукатурки просто. Это хорошо ночью. А если бы днем? У меня вот двое детей маленьких. Как бы вот, ну что бы было, кто бы мне там, я не знаю. Не, ну вообще дому, да, 30 лет уже дом, ремонт, вообще не было ремонта получается. Смотрите, 100 домов, 100 квартир, да? Вроде бы дома там свежие, нормально, вот рядом дом стоящий, да? Когда-то место, где горкомовские чиновники вели свои переговоры, сегодня это дом, в котором проживает около 25 семей. Почти в каждой чете есть дети и их здоровье, по словам жителей, находится под угрозой. Ведь неизвестно, какие сюрпризы преподнесет старое здание. В 96-м году козырек утром упал, просто рухнул, как будто землетрясение. Тут сотряслось все. В окошко выглядываю, смотрю, лежит козырек. И опять же, мы обращались во все инстанции, никто на нас не обратил внимания. Мы за свои деньги собрали деньги жильцов, сделали козырек. Почему? А если бы, вот не дай бог, выходил кто-то, это было раннее утро, выходили люди на работу, в школу. И мы не можем никуда, ничего добиться от властей. Своими силами жильцы раритетного здания уже не раз старались поддерживать более-менее безопасное состояние ветхого жилища. Однако капитальный ремонт, требующий крупной техники, страдальцам не по силам. Уже не раз жильцы обращались в уполномоченные инстанции. Однако, кроме предложения провести реконструкцию дома по программе модернизации ЖКХ, предполагающей заем кредита, никакого ответа от властей люди не дождались. В свою очередь мы тоже решили узнать о судьбе исторического памятника, к тому же в котором проживают люди. Главный архитектор города, выслушав наши вопросы, обещал непременно разобраться в ситуации. А жителям ветхого памятника культуры остается только ждать, когда на их дом, наконец, обратят внимание. Аида Ибраева, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.